Первый канал и компания «Телеформат» представляют Лукин направлялся к заболевшему Роману, чтобы его проведать. По дороге он наткнулся на девушку, убегающую от разъяренного преследователя. В приступе ярости молодой человек выкрикивал угрозы, обвиняя девушку в том, что она разрушила его семью. Лукин остановил мужчину и потребовал, чтобы тот успокоился. С вами все в порядке? Вы меня просите, ради бога, я просто не сдержался. Вчера прилетел с командировки, и тут такое стряслось. Вот что, давайте мы с вами не будем стоять посреди улицы. Здесь недалеко мой коллега живет. Давайте зайдем, чайку попьем, и вы мне все расскажете. Ну, решайте, решайте, пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Смелее, смелее, присаживайтесь. Располагайтесь. Ну что, как твой бронхит? Ну, еще пару дней, думаю, смогу быть в строю. Ну, как получится. Тут вот человеку помочь надо, беда у него. Ну, тогда считайте, что я полностью здоров. Это мне больше нравится. Слышу слова не мальчика, но мужа. Слушай, Ром, сделай-ка мне кофейку и... Павел, Павел Семенович. Вот, и Павел Семенович тоже. Сейчас, в лучшем виде. Вы, мне кажется, извините, что спрашиваю. За кем это вы бежали? За любовницей, что ли? Да нет, что вы, это старшая сестра моей жены. С чем жена вам насолила? Ах, долгая история. Понимаете, я инженер-нефтяник. Постоянно по командировкам. У меня вахта будет по 2-3 месяца. И вот я приехал вчера с командировки и узнал, что моя жена, моя Мариночка в больнице. А что с ней? Она сдала ребенка. И какой срок? Третий месяц. И все как-то сразу мне не пошло. Постоянно по больницам. И те сохранения все. И в итоге Мариночка потеряла ребенка. И все это из-за сестры, понимаете? Все это из-за Галины. Если бы я ее поймал, я бы ее предушил. Так сестра-то здесь при чем? Понимаете, она сказала Мариночке, что я ей якобы изменяю. Вот. И Марина перед ней речет. У нее случился выкидыш. А вы ее что, правда изменяли? Нет. Нет, что вы. Так получается, что я ничего не могу доказать, а она теперь не хочет с вами встречаться в больнице. Скажет, что если я приду, то она выпрыгнет из окна. Вот. И теперь патовая ситуация. Я ничего не могу доказать Марине, а в больницу тоже не могу прийти, потому что... Пожалуйста. Спасибо. Она не хочет меня видеть. Ну, я думаю, это не самая страшная проблема. С этим как-нибудь разберемся. Выясни, из-за чего ваша жена так перенервничала. Только зачем это Галине-то? Из-за чего она на вас так взъелась? Ну, я думаю, что это все из зависти. Из-за чего? Понимаете, Галя старшая сестра. Марина первая вышла замуж. Вышла удачно. Если бы не вот эта вот ситуация, то у нас до этого вообще стороны не было. Но, возможно... Ну, о чем вы задумались? Нет, это может быть паранойя, но у Мариночки был до меня парень. Степан Кротов. И, может быть, этот Степан наговорил что-то Галине, а Галина эти сплетни передала Мариночке. Ну, хорошо. Проверим и Степана. Лукин сообщил Ольге обстоятельства нового дела и дал указание на ее дальнейшие действия. Ага, значит, я должна поехать в больницу и попасть в палатку Марины Андреевой, да? Хорошо, я поняла. Ну, что, выяснил что-нибудь? Да. Марина Андреева в девичестве Потапова была одноклассницей некого Кротова Степана. Он несколько раз привлекался за пьяные драки, за хулиганство, но ничего такого серьезного не было. А адрес есть? Да, это в пяти минутах ходьбы от дома Галины. Ты вот что, отправляйся к Павлу? Может, он даст более полную информацию? Ну, может, вспомнит что-нибудь? Я переодеваться. Здравствуйте. Меня Ольга зовут. А меня Марина. Очень приятно. Тоже выкидыш? Нет, я просто на обследование. Понятно. Ольга решила, что попасть в палату к Марине Андреевой и узнать, что же произошло между ней и мужем, проще всего под видом пациентки. Звонок знакомому врачу решил все проблемы. О, привет, болящая. Я смотрю, у тебя переезд получился. Да, из реанимации выпустили. Говорят, если все будет хорошо, к концу недели вообще выпишут. Ну, поскорей бы уже, сил нет. Все руки капельницами искололи, живого места не осталось. Я же тебе говорила, сделай аборт и не учись. Голчонок мой, ну я же тебе объясняла. Если аборт, то придется Паше объясняться. А он как только узнает о причинах, первый к врачу побежит. А выкидыш? Ну так я вроде тут и ни при чем. Простите, а можно вас на минуточку? Ну так-то все в порядке. Да. Незаметно получше. Замечательно выглядишь. Ты представляешь, забыл тебе рассказать. Сегодня твой-то гнался за мной через весь двор. Грозился, что убьет. Да ладно. Да, слава богу, мужчина мне помог, остановил его. А я руки в ноги и слава богу, по-быстренькому убежала. Да, глупо вышло. Прости, что я тебя во все это втянула. Что, это опять он? Да. Достал уже. Вали! Слушай, хорош орать. Хорош орать. Что там за шо? Может, ты хоть выгляни, а? Ой, да вспомнишь его, опять это он привязался. Пьяный в стельку, ругается с охраной. Фу, урод. Я не понимаю, как меня вообще угораздило на этот вечер встречи пойти. Лет десять его не видела, еще бы столько же не видеть. Это их класс, одиннадцатый Б. Моя Марьяночка всегда она отлично училась, а? Кротов так перебивался с двойки на тройку. Отличница и хулиган. Да, примерно так. Скажите, Павел, а как Степан вел себя после вашей свадьбы? Да, как, пистерил по-черному. Мы в июне с Марьяночкой расписались, а он осенью за армию пришел. Ну, потом, когда однажды меня подкараулил, хотел мне морду набить. Так, и чем все закончилось? И чем закончилось? Я ему малеха ударил, вот с тех пор, все, отпустил. Ну, а потом опять за Мариной стал увязываться. Она его один раз послала, и все, больше не приходилось. Сейчас опять. А с чего это вдруг? Да вот я думаю, что все это из-за встречи одноклассников. У них был вечер одноклассников, где если это не виделись, я как раз был в командировке. Ну, и они опять увиделись, и опять он за старое взялся. Скажите, вы не возражаете, если я вот эту фотографию позаимствую на некоторое время? А, это с последнего звонка, Мариночки. Да, конечно, у нее их несколько. Конечно. Да. Извините, доктор. Там бабушка из четвертой палаты говорит, что ее нехорошо стало. С четвертой палаты? Опять? Сейчас иду. Острое нежелание Марины следовать врачебным рекомендациям вкупе с подслушанным в палате разговором наводили на мысль, что ребенка Марина ждала вовсе не от мужа. Что-то не понял, а вы-то что тут делаете? Предупредить хотела. Вы знаете, я передумала, я не буду делать обследование. Ну, дело ваше. Всего доброго. Счастливо. Значит, говоришь, вечер выпускников. Ну, как говорится, старая любовь не ржавеет и все такое. Угу. Садись. Добрый вечер. Ну, что же, мне теперь все ясно, как божий день. Так мы все внимания. Марина ждала ребенка не от Павла, а от своего одноклассника. И я видела ее историю болезни. Так, и что же там? Патология беременности. Врачи обнаружили, что у нее неправильно идет развитие плода и есть угроза выкидыша. И обязали обоих родителей сделать генетические тесты. Так, и что Марина? Когда она узнала, что ребенок может родиться неполноценным, и что им с мужем нужно делать генетический тест, она решила сама спровоцировать выкидыш. Угу. Чтобы муж не узнал об измене и не догадался, что ребенок не от него. Да, но поскольку настоящий папаша все время крутился в полубольнице, они с сестрой решили выдумать план, как отвадить его оттуда. Как говорят, лучшая защита – это нападение. Угу. Марина обвинила мужа в измене и запретила ему появляться в больнице под угрозой суицида. Беспроигрышный ход. Только как теперь обо всем этом Павлу рассказать? Да, мужика остается только пожалеть. Угу. О, легок на помине. Да. Да, Павел. Что? Что? Вы там ничего не трогали? Полицию сообщили? Хорошо, я сейчас подъеду. Павел обнаружил Галину с проломленной головой. Сейчас от часу не легче. Вот тебе и банальная дюльтера. Вернувшись из командировки, Павел Андреев узнал, что у его жены Марины выкидыш. Всему виной слова ее старшей сестры, что Павел якобы изменяет жене. Марина лежит в больнице и не хочет видеть Павла. Однако выясняется, что с ее беременностью было не все так просто, и выкидыш она спровоцировала сама. Кроме того, ее преследует бывший парень Степан. Вы как в квартиру попали? Дверь была открыта. Я вошел, а к никому Галю, она не отозвалась. Я прошел по всей комнатам, а потом зашел на кухню, обдружил ее здесь. Когда я видел кровь, я догнулся, чтобы пощупать пульс, пульса не было. Вы вообще зачем пришли к Галине? Я пришел просто поговорить с ней спокойно. Понимаете, просто поговорить и выяснить, зачем она говорила про меня Марине гадости. Вы когда в подъезд заходили, ничего подозрительного не видели? Может, кто-то вам навстречу вышел? Да нет, нет никого. Плохо. Это плохо. Я понимаю. Я понимаю, меня теперь арестуют. Но я ведь главный подозреваемый. И сегодня гнался за Галиной, угрожал ей, мы всех на виду. Но я клянусь вам, я клянусь вам, это не я. Я клянусь вам, умоляю вас. Я прошу вас, найдите того, кто это сделал. Найдите, вы. Вы мой единственный спаситель. Кроме вас, мне надеяться не на кого. О, Игорь Петрович. Здравия желаю. Вы, что ли, вызывали? Нет, это я. Я ее обнаружил. Нет, ну а что? Тут в прокуратуру звонить надо. Павла арестовали по подозрению в убийстве Галины. Поэтому Лукин решил поговорить со следователем Нечаем, чтобы его переубедить. Он же сам говорит, что утром подозреваемый бежал за Галиной Потаповой и выкрихивал ей вслед угрозы. А вечером он у нее в квартире и Потапова убита. Но это еще ничего не доказывает. Темнит он. Чую темнит, а? Вот сколько ты его знаешь? Полсуток. И ты уверен в том, что он тебе лапшу на уши не навешал, а? Я видел утром его лицо. Да для него превышенной семьи нет ничего. Вот именно. А сестра стеревая такая, а? И взяла и поделилась сплетней с женой. А жена возьми, да попади в больницу с кровотечением. Чуть богу душу не отдала. Мои ребята нам звонили и справки наводили. А такую информацию кому угодно башку снесет. Григорьевич, я тебе уверяю, я сумею доказать тебе обратное. Ну хорошо. Давай, Петрович, действуй. Но твой клиент пока побудет у нас, так надежнее и мне спокойнее. Вперед. Здравствуйте. Доброе утро, садись. Роман не звонил? Он уже у квартиры Кротова. Отлично. Давно пора этим типом заняться. Я думаю, покойная Галина прекрасно его знала. Но как же, одноклассник сестры, да еще бывший жених. А как вы думаете, с Павлом это серьезно? Да уж ему не позавидуешь. В квартире полно его отпечатков пальцев. Галину он трогал, когда пытался ее в чувство привести. За ручку двери брался, кровью испачкал. Да, все слышали, как он Галине угрожал. Да, я думаю, если мы не найдем настоящего преступника, Павлу придется туго. А про Банджины вы ему уже рассказали? Пока нет, как-то все не до того было. А теперь видишь, как все закрутилось-то. Кстати, она в какой палате лежит? Она еще ничего не знает. Кто-то же все равно ее должен об этом сообщить. А давайте я поеду. Мы с ней хотя бы уже виделись. Ну хорошо, давай, езжай, только держи меня в курсе. Договорились? Обязательно. Добрый день. Скажите, я могу увидеть Степана? Нет его. А когда он будет? Откуда же мне знать? Он мне не докладывается. Уходит, когда хочет, приходит, когда хочет. И я вас предупреждаю, что если вы пришли за деньгами, то он вам их все равно не отдаст. Потому что нужно думать, когда пьющему человеку одалживаетесь. Да я по другому поводу. Я хотел по поводу Марины с ним поговорить. А это вообще не ваше дело. Пусть они сами разбираются без посредников. Чего вы людям в душу лезете? Проваливайте отсюда, и чтобы больше я вас здесь не видела. Алло, Игорь Петрович. Ну, в общем, Степана дома нет. И у меня такое ощущение, что он сегодня не ночевал. Вот. Мать у него вся на нервах, переживает за него. Еще одно. Она, по-моему, в курсе, что он снова начал встречаться с Мариной. Мне посоветовало, мягко говоря, в это дело не соваться, мол, сами разберутся. Так что я здесь во дворе пока посижу, покараулю. Ну, должен же он, в конце концов, когда-нибудь объявиться. Ну, хорошо. Марина крайне тяжело восприняла известие об убийстве сестры. Для нее это стало настоящим потрясением, как и новость о том, что в гибели Галины обвиняют ее мужа. Как же я без тебя? За что же это? Марина, Марина, вы случайно не помните, Степан приходил к вам вчера вечером? Нет. Небось, опять за водкой пошел. Господи, какая же я дура. А теперь Галя убита, а Паша в тюрьме. Это я во всем виновата. Я должна быть рядом с Пашей. Разве вы верите в то, что ваш муж мог убить вашу сестру? Нет, Паша не такой. Он мухи не обидит. Он сильный и вспыльчивый, но он умеет держать себя в руках. Разве? Кто-то ваша сестра от него так вчера улепетывала. Это была моя идея. Зачем я только галчонку сюда впутала? У вашей сестры были какие-нибудь недоброжелатели? Да что вы! Галю очень ценят на работе. Ценили. Я ума не приложу, кто и за что я мог убить. А может это ограбление? Ваш муж говорит, что на первый взгляд из квартиры ничего не пропало. А вы не знаете, у вашей сестры были какие-нибудь сбережения, ценности? Ай! Ай! Мария, что с вами, вам плохо? Подождите, я сейчас позову врача. Тем временем помощник продолжал наблюдение за домом Степана Кротова, и его терпение наконец-то было вознаграждено. Сыночек, дорогой мой, наконец-то! Тебе что, господи, я уж извелась вся. Ну что ж ты, сыночек, со временем гляжу-гляжу в окно, а тебя все нет и нет. Ну что ж ты, за полночь пришел, на рассвете ушел. Ну разве ж так можно, сынок, а? Мой ребенок погиб. Марина в больнице, а так все хорошо. Ну, ну, ну что ж поделаешь. Это жизнь, сынок. Ничего. Вот Мариночка выпишется, и выночнет все сначала, как ты и хотел. Правда, сынок, правда. Ладно, проехали. Есть что пожрать дома? Конечно. Я же с лунчик куриный сварила с первой шелькой, как ты любишь. Сейчас вот только мусор уберу. Что ты творишь? Я тебе сколько раз говорил, не трогать это. Степа, сынок, тихо. Тихо, сынок. Ну, не надо вот, вот не надо этого тебе, сыночек. Вот поверь мне, что не надо вот это вот нам с тобой дома хранить. Я сам решу, что надо, а что не надо. Сынок, поверь мне, я тебе только добра желаю. Сынок, это ж тряпка. Она тебе счастья не принесет. А вот повредить запросто может. Не отдам. Сыночек, ну, пожалуйста, ну, хочешь, вот хочешь, я на колени перед тобой встану. Да перестань. Не сегодня, так завтра все равно по-своему сделаешь. На. Ты ж мой воровушек. Это ж моя умница, сыночек. Я сейчас, я сейчас только выберу все равно. Сыночек. Пойдем, скорей. Пойдем, я тебя кормить буду. Пойдем, скорей. Пойдем. Григорьевич, ну, ты пойми, мне нужна эта встреча. Слушай, я тебе говорил, и мои ребята вот-вот это докажут. Григорьевич, мы с тобой давно знакомы? Ну да, прилично, а что? Вот. Я часто ошибался, на твой взгляд? Ну, бывало иногда. Вот, иногда. А сейчас я просто уверен, что вы задержали невиновного. Я делаю все, чтобы это доказать. Ну, мне надо кое-что выяснить. Ладно, черт с тобой. Только под мою личную ответственность и не больше 10 минут. Ага, договорились. Марина Андреева, будучи беременной от своего бывшего жениха Степана, узнав, что ребенок родится неполноценным, спровоцировала выкидыш. Чтобы ее муж Павел не столкнулся в больнице со Степаном, сестра Марины передала Павлу, что Марина узнала о его мнимых изменах и не хочет его видеть. Но Галину неожиданно убивают. Главный подозреваемый – Павел. Я просто испугалась. Ложная тревога. Со мной ничего страшного не случится, если я уйду отсюда. Да поймите же, Марина, в таком состоянии это крайне опасно. Или вы что, снова хотите попасть в реанимацию? Я не могу здесь находиться, когда арестован мой муж. Я должна быть рядом с ним. Как же вы не понимаете, день-другой ведь роли не сыграют. Может, лучше все-таки послушать врача? Потому что последствия могут быть весьма серьезными. Да что вы меня сговорились все пугать? Как вы не понимаете, мне незачем жить, если Галя убита, а Паша арестован. Вы не имеете права меня держать. Я сделал все, что смог. В таком состоянии, сами понимаете, ей нельзя без врачебного контроля. Но сможете ее уговорить, остаться возможно, спасете ее жизнь. Да, я все понимаю. Спасибо. Я чувствую. Я чувствую, я просто, они уже во всем уверены. Они все уже прикинули. Понимаете, как скорее бы меня отправить за решетку. Говорят как-то странно, смотрят не по-хорошему, губы прикусывают. Как будто бы я мразь последняя. Хотя я бы на их месте делал то же самое. Павел Семенович, мы хотим как можно скорее вас отсюда вызволить. Но и вы нам должны помочь. Да что угодно. Просто как я могу помочь вот в таком состоянии? Скажите, Галина была знакома со Степаном? Да, Марина рассказывала, как она их в детстве называла, что-то вроде там телетелетеста. Значит, если бы Степан позвонил в дверь, Галина ему бы открыла? Думаю, да. А вы считаете, это он ее убил? Пока очень мало. Пока очень мало данных. Вы это узнаете? Да. Это Фаток Гали. Мы его ей на 8 марта подарили. Помню, мы с Мариночкой три магазина отбегали. Пока ей не понравился именно этот. А откуда он у вас? Ну, пока что этого я вам сказать не могу. Просто верьте мне, и все хорошо. Хорошо. Не знайте, я на вашей стороне. Ну что, как там Марина? Да ничего, клянет себя и хочет поскорее выписаться. Ну что, ей уже можно? Ну, вообще-то ее только вчера из реанимации перевели, но она убеждена в том, что она должна пойти в полицию и сказать, что ее муж ни в чем не виновен. Заодно рассказать о той авантюре, которую они с сестрой затеяли. После чего Павлов в три раза труднее будет доказать свою непричастность к этому убийству. Да, у меня к тебе еще вот одна просьба. Что это? Это платок Галины, который почему-то оказался дома у Степана. Ты спроси у Марины, когда она последний раз видела этот платок у Галины. А я тебя здесь подожду. Хорошо. Да, и если рядом с ней увидишь кого бы то ни было, дай знать. Вопрос жизни и смерти. А, это опять вы? Марина, у меня к вам один очень важный вопрос. Посмотрите, вам знакома эта вещь? Конечно, это Галин платок. Мы его с Пашей дарили. Когда вы видели его в последний раз? Я брала у Гали его на вечер встречи выпускников. Он очень подходил к моему платью. А откуда он у вас? Мы нашли его у Степана. Так это он его украл? А я думаю, куда он пропал? Всю квартиру обшарила, переискалась. Он, оказывается, Степка украл. Надо же, какой сентиментальный. Зачем я только на этот вечер пошла? Он мне все подливал, подливал шампанского. Только со мной танцевал. Все сам никому не давал. Я даже не помню, как домой его отвела к себе. А утром проснулась, противно стало. Он лежит, улыбается и слюни в подушку пускает. Фу. Что так долго-то? Да, Марина очень расстроилась. Пришлось успокаивать ее. А вы знаете, это процесс небыстрый. Ну да. Про платок выяснила? Да. Вы знаете, это платок Галины. Марина позаимствовала его на выпускной вечер. Значит, версия о том, что к Галине приходил Степан, не подтверждается. Это вполне мог быть он. Но, а, он был сильно пьяный. Я же видела, в каком состоянии он уходил из больницы. И, б, каким образом он оказался в этой квартире, если он считал платок Марининым. Да, что-то здесь не сходится. Ладно. Давай, я тебя домой отвезу. А завтра с утра понаблюдай за Марииной, как бы дров не наломало. С нее останется. На следующий день Лукина ждал не самый приятный сюрприз. Ну, говорила тебе, наврал на твой протеже с три короба. Неужели? Ну, пойдем, сам послушаешь сказки Венского леса. Пойдем. Вы знаете, я, честно говоря, не для конца был с вами откровенен. Я хочу признаться в том, что я один раз изменил Мариночке. Ну, и с кем же? Это было с женой начальника. Ну, просто ребята сказали сразу, что отказываться нельзя. Все. Это я потеряю работу, карьера. Она меня просто вышвырнет из компании. Ну, просто были печальные прецеденты уже. Ну, и что же вы? Ну, и что я, я молчал. Я молчал, понимаете, ну, компроматорсов не было никакого. Ну, когда Марина сказала, что Галя рассказала о том, что я якобы изменяю, я просто, я просто растерялся. Такого в принципе не могло быть, понимаете? Ну, а почему сейчас все это мне рассказываете? В общем, полицейские как-то узнали об этой связи с женой начальника. И теперь подумали, что я до смерти боюсь начальника, что я потерял работу, и он меня уволит. Ну, и как же все произошло по их версии? Я пришел к Галине требовать компромата. Она мне отказала. Я ее убил. А на самом деле как было дело? Ведь вы же и сейчас мне все не до конца рассказали. Я клянусь вам, я клянусь вам. Я, я, у меня не было и в мыслях причине Галине хоть какой-то вред. Нет, я уже пришел просто извиниться за эту погоню, за эти слова. Ну, кто бить первый житель, поверит. Да, неприятная для вас ситуация. Марина, может, все-таки не стоит? Вы же знаете, что вам нужно под наблюдением находиться еще как минимум 3-4 дня. Хватит. Вечно за меня кто-то что-то решает. Мне уже надоело, слышите, не могу. Я должна быть рядом с мужем, он в тюрьме. Мне нужно уходить отсюда. Ну, может, вы все-таки передумаете? Нет. Я иду к мужу, я решила. Алло. Ситуация уходит из-под контроля. Марина собирается уходить из больницы. Что, приедете? Хорошо, ухожу. Бросив все дела, Лукин торопился успеть встретить Марину у больницы. Он был практически уверен, что знает, кто именно повинен в смерти Галины. Марина, 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 постой. Постой. Что вам нужно от меня? Марина, я понимаю, что потеря ребенка – это очень страшное несчастье. И я знаю, как тебе сейчас нелегко и как тебе тяжело. Но Степа, он тоже все это очень сильно переживает. Марина, честное слово. И я хотела бы, чтобы… Отвяжитесь от меня. Что вы пристали? Ребенок-ребенок. Не нужен мне этот ребенок. Тем более от вашего Степана. Ребеночка, но ведь Степа же, он же тебя любит. И он хочет на тебя жениться. И у вас другие детки будут, Марина. Да что вы пристали ко мне? Я замужем и люблю только Пашу. А Степа ваш, он стервятник. Я ненавижу его. Если бы знала, что так произойдет, я бы еще ему рожу на вечере расцарапала бы. Альберт Забарна, ты я себя… Тихо. Зачем убить Галину? Я эту дрянь даже сейчас прибью, потому что она меня всю жизнь испортила. Как ее, сука, за здравой. Лукин рассказал Павлу, что истинный отец ребенка, Степан, Марина с помощью своей сестры решила это скрыть. И когда она после случайной связи со Степаном забеременела, она поняла, у вас могут взять генетические тесты, и тогда ее измены всплывут наружу. Я люблю ее, понимаете? Я люблю ее. Я принял бы этого ребенка как за своего собственного. Марина знала, что ребенок родится больным. И Степан не оставит ее в покое. Поэтому она решилась на выкидыш. А ее сестра Галина придумала эту историю с вашей изменой, с Мариной обидой. Ну, хотела помочь ей, понимаете? А как же они потом бы мне все это рассказали? Ну, не знаю. Галина что-нибудь придумала бы про анонимный звонок. Да сказали бы что-нибудь. А как вы узнали, кто убил Галину? В принципе, это было несложно. Светлана очень переживала из-за несчастной любви сына. А когда Степан пришел домой, сказал матери, что у него будет ребенок, что Светлана станет бабушкой. Но она же решила, что теперь все изменится. Что сын-то ее остепенится. И у Марины потом случился выкидыш. И для всех это выглядело так, будто она перенервничала из-за Галиныных слов. Вот именно. Ну, Степан сорвался, снова запил. Светлана поняла, что уже не стать ей бабушкой. И она отправилась к Галине. Ну, и в порыве гнева убила ее. Недаром же говорят, что слепая материнская любовь это страшная сила. Светлана арестована по обвинению в убийстве Галины. Павел и Марина нашли в себе силы простить друг друга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...